Всем добрый день! Сегодня расскажу вам, что можно пошить из старой джинсы. Имею ввиду не только джинсы, а и юбки в том числе. Передо мной целая гора. Все это я уже пошила. Ну, расскажу подробнее. Легче всего, конечно, пошить из джинсов шорты. Вот эти шорты я практически и не шила. Отрезала длину и вот получились прекрасные шорты. Ну, правда, здесь я еще сделала аппликацию. И так шорты стали наши более оригинальные. Это самый простой вариант, что можно пошить. Так, второй вариант. Кухонные фартуки. Можно пошить задние части джинсов. Вот это задняя часть джинсов. Карманчики. Вышивка это была. Получается, я пришила рюшек. Пришила верхнюю часть передничек. Обработала косой беечкой. И вот такой прекрасный фартук получился. Также фартук можно пошить с передней части джинсов. Вот передняя часть джинсов. Карманы. С другой части получается вот этот карман я пришила. Отрезала с задней части и пришила на такой нагрудничек. Здесь я использовала павлопосадский платок, которому сто лет в обед. Ну, вот так пригодился. Вот такой фартук получился у нас. Что еще можно пошить? Еще можно пошить разные-разные детские сарафанчики. Ну, разве это не прелесть? Аппликация. Косички сделала из джинсовых швов. Башмачки у меня пуговички. Ну, а здесь длину увеличила вот таким вот валанчиком. Так, теперь просто буду показывать другие детские сарафанчики. Внутри вот так обработано. Мастер-классы такие у меня были. Ссылочки дам. Кому интересно, заходите, смотрите. Вот такой сарафанчик с четырьмя карманами. Вот эти все сарафанчики сейчас идут. Они пошиты именно из джинсов. Здесь пуговицы закреплены. Ну, а можно пошить вот таким образом еще. Чтобы застегивалась на пуговицу. Пуговица обтянута здесь тканью, с которой сделана косая бечка. Аппликация, карманчик. Для маленькой девочки очень даже симпатично. Так, следующий сарафанчик. Этот сарафан я пошила с юбки. На поясочке косичка из джинсовых швов. И вверху тоже косичка. И вот такая застежечка. Можно вверх эти бретельки располагать. Можно наоборот вовнутрь. Очень удобно. Допустим, девочка выросла. Сделали поменьше этот хвостик. А когда будете шить, делайте побольше. Он будет внутри, мешать никому не будет. Так, как пошить юбки из джинсов. Но в готовности у меня нет. Юбки, которую можно пошить. Разрезав вот эти вот внутренние швы. Разрезаете, сшиваете. Юбочка будет зауженная. Здесь сбоку можно оставить разрез. Или впереди оставить разрез. Или сзади, или может быть сюда вставить кусочек. И вот так можно сделать из джинсов юбку. Так, эта юбочка вот такая у меня. Вверх взят от джинсов. Нижняя часть штапель. Присобрала. Здесь украсила краешек карманчика с основной ткани. Шлевочки с основной ткани. Здесь добавила тоже. Тоненькие полосочки. Вот такая симпатичная юбочка. Следующая юбка. Ой, сюда ушло немерено. Старые джинсы. Значит, сюда ушли, по-моему, джинсы и юбка. Ну и много-много фантазии. Шлевки нашила. Это от рубашки. Петли. Такую вот сделала завязочку. Множество заклепок. Множество шлевочек. Вот такая аппликация с листьев. Это я специально шила для сумочки. Потом в эту сумочку увидите. И получилась вот такая, я считаю, оригинальная длинная джинсовая юбка. Здесь всевозможные валанчики. Следующая юбка. В крое она аналогичная, хотя здесь количество клиньев больше. Там шесть, тут восемь клиньев. Также использовала заклепки металлические. Ну и здесь использовала фрагменты Павла Посадского платка. Так что фантазия не ограничена в пошиве из старых джинсов. Вот так, джинсовая жилеточка. Но я ее не шила, если точнее сказать, я ее перешивала. Это обычная фирменная жилетка. Здесь была кругом джинса. Но она мне порядком поднадоела. И я решила вот так обновить. Вставила сюда вот такие вот кусочки ткани. Для летнего дня эта жилеточка очень даже в тему. Жарко не будет. Вот такой вариант. Жилеточку эту я ношу вот с такими летними сапожками. Которые тоже шила сама. Вот чтоб сапожок не падал, он такой широкенький. Здесь у меня корсетная косточка вставлена. Здесь все обработано шовчике косой беечкой. Все аккуратненько. На подошву посадила. Специальным клеем, который для обуви. И вот такие сапожки своими руками. Ну и здесь вот листики. Дизайн такой придумала. Джинсовые. И льняной один листик. Цветочек взяла с готового кружева. Так, какую сумочку можно пошить? Самый простой пошив сумочки. Это оставить верхнюю часть джинсов, как она есть. Вот передняя часть джинсов. Вот задняя часть джинсов. Карманы. Все пригодится. Ну здесь, конечно, украшает аппликация. Очень хорошо. Обычные крепкие ручки. Подкладочка. Ну а верх так вот придумала. Вот таким куском джинсы. Все, что внутри лежит. Вот так закроете. И будет аккуратненько. Почему бы нет? Вот такая сумочка. Так, это маленькие сумочки через плечо. Это сумочка. С такими декоративными розочками. Из атласных лент. Тоже на молнии. Так, вот такая джинсовая сумочка. Это тоже джинса белая. Ну так вот мне захотелось. С такими варизончиками. На молнии. Подкладочка. Тут карманчик. Двухъярусный. Получается вот карман. Отрезала чуть побольше, чем он есть. И все. И уже у меня два кармана внутри. Ручки пластмассовые, но сделанные под дерево. Вот такая сумочка из джинсов. Опять листики. Розочка. Ручной работы. Вот казалось бы, да? Шов. Старый шов от джинсов. А как оригинально смотрится. Кружево шитье. Сбоку карманчик. На молнии. Внутри подкладочка. Так. Ну покажу вам еще сумочку, которую я не дошила. Я ее начала. Как говорится, идей много. А руки всего две. Не успеваю. Не успеваю. Но она такая оригинальная. Значит, здесь я сделала аппликацию. И вот ушки меховые. Может быть, вот эта ручечка пойдет сюда. И будет вот такая сумочка оригинальная. Так. Еще планирую сумочку. Значит, различные карманы. Вот джинса и различные джинсовые красивые карманы. Больше, меньше, темнее, светлее. По-моему, идея классная. Вот такой манюнечка. Будет эта сумочка у меня с фермуаром. Вот такой вот фермуар. Ручка бамбуковая. Думаю, будет классно. Вот такая джинсовая сумочка. С фермуаром, с подкладочкой. Двухсторонняя. Вот эта аппликация для джинсовой юбки, которую я вам показывала. Там тоже коричневые джинсовые листики. А эту сторону ношу со светлой курточкой. Вот эта вот вышивка была. Это из юбки джинсовой. Эти листики сделала, конечно, сама. Эти листики из плащевки. Эти листики из льняной ткани. Такую аппликацию сделать очень легко. Строчите сюда. Потом строчите назад. Прямо вот строчка в строчку. И вот листики загибаются. А в этом даже своя прелесть. Они делаются более натуральными, как живые делаются листики. Так. Ну и, пожалуй, последний лайфхак на сегодня. Что можно пошить джинсов. Это органайзер. Ну вот, допустим, я портниха, да? И я давно уже хочу. И, разумеется, сделаю такой себе органайзер. Значит, вот, допустим, внизу джинсовая юбка. Джинса крепкая. Нашиваю сверху карманы. И располагаю сюда ножницы. Ножницы зигзагом. И всякие разные нужные штучки. Дарокол. Те же самые отвертки пригодятся. Линеечки. Ну а здесь, допустим, вот копировальное колесико. Распарыватель. Таких карманов можно и штук 10 нашить. И всегда найдется, что у портнихи туда вовнутрь расположить. Также такой органайзер подойдет и для вашего мужчины. Ну, допустим, в его мастерскую. Или просто в гараж. Так, следующий лайфхак. Кухонная прихватка. Вот карман. Основная ткань, два слоя получается. Вовнутрь что-то мягенькое, тепленькое вставили. Допустим, ватинчик или тот же самый джинс. И вот получится для сковородочки то, что надо. Ну а здесь можно пришить петлю. А можно вот с этой основной ткани вырезали отверстие. Вот вам петля. Хорошая штука для кухни. Так, конечно, тапочки можно пошить с джинсов. У меня сейчас просто нету джинсовых. Но тапочки мы с вами шили. Ничего сложного нету. С джинсы выкроили. Какой-то дизайн здесь сделали. Вышивку, допустим. И будут прекрасные тапочки. Ну и, конечно, чуни можно пошить тоже с джинсов. Значит, вот здесь выбирайте, чтобы... Или пошире делайте для удобства. Чтобы ножку легко туда вставлять. Или чтобы джинсы здесь были стретчевые. И тоже будет симпатично. Какие-то маленькие карманчики тут для прикола можно сохранить джинсовые. Ну а здесь сделать какую-то вышивку. Так что дерзайте. Все у вас получится. Вот такое видео. Надеюсь, оно вам пригодится. Пишите, девочки, комментарии, свои пожелания. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok